В зале театра «Наш дом» яблоку негде упасть. Чиновники и депутаты, руководители предприятий, рабочие, молодежь и пенсионеры пришли услышать, какую работу проводит городская администрация в Химках. Подхватив эстафету от президента страны и губернатора региона, перед горожанами выступил глава муниципалитета Дмитрий Волошин с важными темами, которые и касаются каждого. Это социальная поддержка жителей, благоустройство городского округа и создание комфортной городской среды. Для этого мы постоянно создаем дополнительные возможности. Привлекаем средства для развития городского округа из областного бюджета и налоговые поступления от работающих на нашей территории предпринимателей. Быть чуткими, оперативно реагировать на жалобы и просьбы горожан – это то, к чему сегодня стремятся власти, отметил глава региона. Для этого в Химках создан Центр управления регионом, где собирают все обращения горожан. Отсюда все жалобы перенаправляются специалистам администрации. Те обязаны детально разбираться с каждым обращением. Также раз в неделю в ЦУРе Дмитрий Волошин проводит личный прием. Конкретно я, если я прошу что-то для инвалидов-колясников или для людей с какой-то другой инвалидностью, то, в принципе, всегда откликаются на наши просьбы. Вот сейчас как раз последняя просьба. Я передал ее главе лично письмо от жителей микрорайона Сходня, чтобы в подъезде установили подъемник. Этот вопрос на его личном контроле. И я думаю, к теплому сезону у людей будет подъемник, и они смогут комфортно, без проблем спускаться на улицу, дышать свежим воздухом, чтобы не доставляло это никаких неудобств. Заметные преобразования в последние годы произошли в сфере здравоохранения. Так в 2019 году открыли две поликлиники на Новокуркинском шоссе и Левом берегу. На подходе детская поликлиника Сходня на 200 посещений и поликлиника на улице Родионова на 200 мест. Решен вопрос с льготными лекарствами и закупкой оборудования. Постепенно устраняют нехватку молодых узких специалистов. В 2019 году, благодаря помощи нашего губернатора, в Химках выдано жителям бесплатных лекарств на полмиллиарда рублей. В наши медучреждения нашего города установили более 100 единиц современной техники. Это важное и нужное оборудование, аппараты УЗИ и техника для скрининга. Теперь молодые мамы могут получать необходимую помощь рядом с домом. Большая работа ведется в сфере строительства важных социальных объектов. Только в этом году заработают 15 новых учреждений, в том числе 6 детских садов, 2 школы и 2 пристройки к школам. Решена будет проблема, которая давно не дает покоя жителям микрорайона Подресково – отсутствие дополнительного образовательного учреждения. Мы строим пристройку к существующей школе в Подресково, но это полностью не решит проблему. Но сегодня решение найдено. Территория для строительства новой школы подобрана вблизи Комсомольской улицы. Я поручаю строительному управлению начать подготовку к проектно-изыскательским работам, а заместителю главы по вопросам строительства держать ход работ на личном контроле. Любители здорового образа жизни также ожидают приятные сюрпризы. В частности, завершат реконструкцию бассейна на стадионе Родина и откроют бассейн на территории Института культуры. Кроме этого, осенью заработает крупнейший фок на улице Мичурина со спортивными залами, катком и бассейном. Напомним, ранее к 80-летию городского округа открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в Подресково. Самый спортивный житель Сходни, комментатор Дмитрий Губерниев, дал свою оценку спортивным преобразованиям в Химках. Я просто плачу отчасти, когда прохожу мимо стадиона, где мы каждый раз зимой топтали сугробы, осенью почти не играли, потому что там были рыдвины, канавы и сплошные лужи, а сейчас там растет прекрасная искусственная трава, очень удобная, тренируется футбольный клуб Химки. Насколько я знаю, есть в планах реконструкция юности, и на самом деле это здорово, хотя я не считаю, что стадион сильно устарел, но в любом случае мы идем вперед в этом смысле. И от Сходни до Подресково, совсем недалеко, открыли фок очень хороший. И я вижу счастливые глаза родителей, когда дети могут заниматься. Мы, власть, выбираем, чтобы она работала. В Химках я эту работу вижу. Огромную роль в популяризации спорта и здорового образа жизни сыграл проект «Химки. Интересно жить». Его бесплатные мастер-классы, посвященные спорту, здоровому питанию и развитию, за 2019 год посетили более 70 тысяч жителей. Встречи по интересам особо полюбились пенсионерам, которые сегодня замечают, как у них на глазах преображается город. Прекрасно, что с медициной у нас налаживаются дела. Прекрасно, что детские сады будут. Да и вообще город хороший, город красивый стал. Не сходя на то, что я аж 50 лет тому назад приехала из Ленинграда. 60 лет. Все равно сейчас люблю Химки так же. 2020-й юбилейный год. Страна будет праздновать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Глава города вместе с представителями администрации поблагодарил ветеранов за их бесценный подвиг. Ну а герои ответили взаимностью на чуткое отношение и внимание к ним. По всем вопросам поддержку чувствуем города. Бытовой техники помогают хорошо. Какие были обращения, все удовлетворялись. Вот недавно по ремонту подъезда нашего обращался. Все сделано. Реконструкция парков, новые транспортные развязки, безопасность во дворах. Дмитрий Волошин озвучил десятки важных проблем, работу над которыми сейчас активно ведет администрация. Оценку ей дал вице-губернатор Московской области Александр Чупраков. Химки на протяжении пяти лет занимает лидирующие позиции в рейтинге 50, где по каждому из 50 показателей мы подводим итоги ежегодно и выбираем лучших. В заключении вице-губернатор пожелал администрации города продолжать работать на результат и держать высокий темп, чтобы эту работу мог оценить по достоинству каждый житель города Химки.